Здравствуйте, уважаемые соотечники, я начинаю свой прямой эфир и прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня я свой эфир хочу начать о ситуации по Жанавзеню, откомментировать, и если у нас в чате есть представители Жанавзеня или Ахтал, которые владеют информацией, то прошу просто писать сообщение, чтобы мы понимали больше и глубже о ситуации Жанавзени. Последнюю неделю вы видите накануне всех наших митингов, как ситуация обострилась Жанавзени. Вы видели различные видео, как режим султана Назарбаева подтягивал специальные отряды полиции. Вы видели, как задерживали молодых людей, которые встречались с администрацией области и требовали работу. И мы знаем, что сейчас в Жанавзени реально очень напряженная обстановка. Нам передают, что там фактически объявлен комендантский час. Задерживали журналисты, задерживают активистов, задерживают вообще всех тех, которые на взгляд власти представляют какую-то опасность с точки зрения влияния на общественное мнение. В 2011 году, в декабре 16 числа, вы многие из вас, наверное, хорошо помнят, произошел расстрел мирных граждан Казахстана, жителей Жанавзеня. И тогда, до того, как эти события произошли, нефтяники 7 месяцев находились на площади, они устраивали голодовки, они требовали внимания со стороны предприятия нефтяной отрасли, требовали внимания со стороны Казмная Газа, Самрук Казана, делали многократные обращения к Назарбаеву. Тогда все прямые репортажи оттуда вел спутник и канал КАПЛЁС. И никто из власти не мог сказать, включая самого Назарбаева, что он был не в курсе тех проблем, которые накопились в Жанавзене. И в итоге все это завершилось расстрелом мирных граждан. Тогда основная часть страны нашей так и не поняли, что произошло. Были такие, которые осуждали, считали, что нефтяники и так много зарабатывают. Это в большей степени связано было с тем, что наше общество было незрелое, что фактически все средства массовой информации были подавлены под контролем государства. И только через какое-то время, когда начались судебные процессы над так называемыми зачинщиками, которых власть обвинила, по сути дела, в этих беспорядках, которые сама же организовала, только после этого стала широко просачиваться информация о том, что произошло в Жанавзене. Сейчас я еще раз хочу повторить. В Жанавзене введены специальные отряды, они брошены туда самолетом. Жанавзене задерживает людей. Жанавзене не было сегодня связи, ни мобильной, ни интернета, никакой. И по нашей информации власти страны начали пытаться блокировать город и фактически там создалась напряженная ситуация, как это было в 2011 году. Наша задача не допустить репрессий, наша задача, чтобы информация о Жанавзене распространилась широко по всей стране, наша задача, чтобы об этом знало мировое сообщество. В этой связи я от имени демократического выбора Казахстана хочу обратиться к вам и хочу сделать специальное заявление о том, что демократический выбор Казахстана объявляет общенациональную поддержку жителям Жанавзене, жителям Мангистау. В первую очередь это касается именно Жанавзене, потому что именно там появились отряды, специальные отряды полиции, именно там людей задерживают, именно там фактически введен комендантский час. Я объявляю от имени демократического выбора Казахстана, общенациональную поддержку жителям Жанавзеня. Общенациональную поддержку, чтобы мы все сторонники демократического выбора Казахстана, сторонники построения новой страны демократической, некоррумпированной, чтобы мы не дали в обиду наших сограждан, чтобы не повторилась ситуация такая, которая случилась 16 декабря 2011 года. Потому что вы знаете, Назарбаев замалчивает, Назарбаевские СМИ ничего не показывают. Все, что там делается, делается втайне. Если в 2011 году Назарбаев это удалось сделать, то сейчас мы должны сказать ему нет, приложить все усилия, все усилия, использовать любую возможность, чтобы поддержать жителей Жанавзеня и не допустить трагедии, которая случилась в 2011 году. У меня здесь спрашивают в 2011 году, когда стреляли жители города Жанавзеня, где вы были. Во-первых, я был за пределами страны, я уехал в 2009 году. Именно благодаря работе спутникового канала К+, который я поддерживал и развивал именно благодаря команде независимых журналистов, которых я поддерживал и развивал, газета Республика, газета Взгляд, канал К+, спутниковый и многие-многие другие информационные проекты, которые я поддерживал и развивал. Именно поэтому трагедия Жанавзеня стала известна. Более того, до того, как это случилось, именно эти средства массовой информации оказывали всемирную поддержку. Я финансировал практически всех адвокатов, которые помогали людям, когда начались судебные процессы. Я могу честно сказать, что я поддерживал финансово практически все, все, что там происходило, оказывал разные формы поддержки, самые различные. Наступит время, когда я, конечно, озвучу более глубокие детали. Сейчас я считаю это неправильным, это озвучивать, потому что власть это использует, окажет давление на людей. Но тем, кому я помогал, безусловно, знает, кто и как все это осуществлял. Была целая команда людей, через которых шла эта помощь Жанавзеня. Поэтому я еще раз повторяю. От имени демократического выбора Казахстана я объявляю об общенациональной поддержке Жанавзеня. И мы должны сказать руки прочь, Назарбаев, от Жанавзеня. И от наших сторонников я прошу поддержать различными акциями в сети, чтобы вы подняли свой голос поддержки и защиты жителей Жанавзеня. Это могут быть разные челленджи, могут быть ваши обращения, видеообращения, голосовые, ваши посты. Я обращаюсь к вам с просьбой, чтобы вы оказали массовую, моральную, любую другую форму поддержки жителям Жанавзеня. Прежде чем перейти к итогам сегодняшнего митинга, я хотел проинформировать о событиях, которые произошли в Киеве и происходят дальше. Там есть группа людей, которые именно в Украине действуют, работают в информационном пространстве. Группа поддержки. У нас есть, конечно, группа не только в Киеве, но в других странах. Но именно в Киеве сегодня произошли разные события. Фактически это была провокация, подготовка налета на небольшой офис, где находились наши сторонники и работали в информационной сфере журналисты. Была попытка фактически ворваться в этот офис, оказать давление на работу журналистов. Жанна молодец, она очень быстро среагировала, дала прямой эфир. Сейчас она о безопасности. Туда подъехали адвокаты, подключились правозащитники. Об этой ситуации уже написали украинские СМИ, поэтому уже не получится вот так наскоком режиму Назарбаева договориться с кем-то внутри правительства Украины или с полицией, с представителем полиции подкупить. И вот так уже наскоком что-то сделать уже не получится, потому что мы оповестили все общество, и об этом уже написали средства массовой информации Украины. Я думаю, что там будет объективное расследование, там сильные адвокаты, очень влиятельные правозащитные организации подключились, подключились разные издания. Украина, это не Казахстан. Сила прессы огромная, юридическая команда, безусловно, защитит Жанну, защитит журналистов, так что у нас там будет все нормально. Но мы давно ожидали разных форм провокации, давлений, нападений на тех людей, кто действует с Киева. Ну вот, собственно, сегодня была одна из таких попыток, которые, я уверен, мы сумеем эту проблему разрешить. Теперь по итогам сегодняшнего митинга. Я хотел бы сразу сказать, что если сравнивать предыдущие митинги, которые были 10 мая в прошлом году, затем мы организовывали 23 июня, 6 июля, сегодняшние митинги, они по своему накалу, по своему присутствию наших сторонников, всех тех, кто пришел предъявить требования власти, я думаю, что у вас очевидное впечатление. Сегодня произошло все сильнее, чем как прошлый раз, относительно прошлого раза. И сегодня для Назарбаева был такой важный день. важный день был 20-й период, 20-летие партии Нур-Атан. Сегодня он хотел получить массу похвал и одобрения, и при этом он ждал такой же похвалы от всего народа. На самом деле, именно сегодня в 20-летие партии Нур-Атан по стране прокатились масса протестов, масса митингов, масса выступлений. Мы еще будем публиковать, потому что сейчас мы не в полной мере владеем информацией, но того, что есть, уже однозначно можно сказать и подтвердить. Эти митинги, они произошли более сильно, чем предыдущие. Это, в первую очередь, благодаря деятельности наших сторонников, деятельности активистов, деятельности штаба. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех за то, что сегодня вы сделали серьезный вклад, чтобы мы очень скоро добились смены режима. Вы все прекрасно понимаете, что за последнее время настроение людей очень сильно изменилось. И изменилось благодаря нашей деятельности, нашей информационной и политической деятельности. Если совсем недавно большая часть населения верила Шалу, верила постоянным его обманам, верила, когда он отправлял в отставку то или иное правительство, верила, что новое правительство будет работать лучше. И так он сумел удержаться у власти 30 лет, то за последний год ситуация кардинально поменялась. 20 апреля будет ровно два года, как мы объявили о создании демократического выбора Казахстана. Еще нам нет двух лет. И первый, скажу так, 17-й год, мы не проводили никакие акции, мы озвучивали свои программы, программы политических реформ, экономических реформ. Мы, по сути дела, объясняли, что режим Назарбаева является преступным, мафиозным, что все богатства страны перетекают карманы, но султана Назарбаева и его семьи. В 17-м году мы объясняли, что такое парламентская республика. В 17-м году мы набирали сторонников. Были созданы специальные сайты. Каз ДВК, например, был в Телеграме создан. В Гугле мы специальную платформу создали, чтобы наши сторонники начали вступать в ряды движения «Демократический выбор Казахстана». И 17-й год был важным периодом, когда мы только-только начали набирать сторонников, параллельно объясняя, что из себя представляет политическая и экономическая платформа «Демократический выбор Казахстана». Именно активная работа, уже в котором присутствовало прямое взаимодействие с нашими сторонниками, началось фактически с февраля 18-го года, год назад. Это мы ясно себе должны отдавать отчет, когда тот рассказывает, тот рассказывает о годах, или там вы более двух лет или трех лет. Еще раз, наше движение, как движение было объявлено 20 апреля 17-го года. И только в конце апреля нынешнему движению ДВК исполнится всего лишь два года. И за эти два года, вы видите, мы поменяли сознание огромного количества людей в нашей стране. И вы можете увидеть, что как именно мы, демократический выбор Казахстана, повлияли на многие программы правительства, на многие инициативы на султана Назарбаева. И шаг за шагом он двигался, корректировал, где-то что-то менял. И, собственно, сегодняшний съезд просто подтвердил все то, что я вам говорил накануне. Говорил вчера, говорил позавчера. Все эти дни я объяснял, что Назарбаев будет делать на своем 20-м съезде. И вы понимаете, что сегодня, наверное, в захлеб его все не хвалили, не ползали перед ним только потому, что мы здесь говорили. Мы показали его прихлебателю типа Даниала Ахметова, который говорил, что вообще Казахстана не было бы, если бы не было султана Назарбаева. И вообще взрывы бы ядерные продолжались, если бы не было султана Назарбаева. И вот такие люди, когда мы их обнажили, показали, вы видите, что они там хвосты себе поприжимали. То есть вы, наблюдая за поведением шала, можете видеть, как сильно влияет демократический выбор Казахстана на всю власть. И то, что сегодня полиция с 6 утра караулила наших активистов по всей стране. И то, что вчера многие из вас испытали давление со стороны полиции, многих задерживали, многие не успевали быть даже из дома, их вылавливали около квартир. Многие из вас получили повестки на 10 утра, и многие из вас не пошли в 10 утра, потому что в 11 часов начинался наш митинг. Митинг демократического выбора Казахстана по всем офисам партии «Нуратан». Меня здесь спрашивают, что Азотных снимал все на камеру, а другие каналы журналисты где были. Уважаемые наши сторонники ДВК, я, конечно, очень сильно сожалею, что вы до сих пор задаете такие вопросы, потому что все те, кто в этом чате хотя бы месяц присутствует, давно осознали, в Казахстане нет независимой прессы. Все средства массовой информации, они находятся под контролем власти. Именно поэтому вы не видели никого из журналистов, так называемых, независимых, кроме АЗТК. По АЗТК я свою позицию сказал. Да, его финансирует американский конгресс, и он действительно независимый. Но штаб, который находится в Праге, там затесались люди, которые имеют прямые отношения с режимом Нурсултана Назарбаева, и поэтому журналисты, которые находятся в Казахстане, они не работают в полной мере объективно. То есть они работают объективно, но так, когда потом их отсекает центральный офис в Праге, там затесались предатели, предатели, которые сотрудничают с властью Нурсултана Назарбаева. Я это говорю открыто. И также открыто говорил Асиль Такаева, журналистка, журналистка АЗТК, которая называла поименно. И сегодня пользуясь ситуацией, я хочу сказать, что скоро мы подготовим специальные документы. И этой проблемой, этим вопросом, по тому, как действует головной офис АЗТК в Праге, мы все это будем раскрывать в Америке. Мы ими займемся очень серьезно, чтобы показать, что американские деньги направлены на продвижение идей демократии и свободы. Грязно используют некоторые люди, которые находятся в центральном офисе в Праге. Они фактически заигрывают с казахскими властями, лично с унсултаном Назарбаевым. Именно АЗТК оформляет жалобы в YouTube с требованием закрыть тельные репортажи. Именно АЗТК работает на наших акциях, снимает эти протесты. И потом собирается этими жалобами выбивать нас с информационного пространства, прикрываясь разными якобы авторскими правами. То же самое сегодня сделал Басе, когда наши сторонники отправляют и нам, и к ним. Басе вешает свой знак, а затем тоже жалуется в YouTube, когда мы тоже выставляем этот же одинаковый материал, видеоизображение. Они жалуются, что якобы они являются владельцами этой информации. При этом у них нет сети, нет курсчета, в смысле журналистов, нет курпунктов, как у АЗТК. То есть фактически вас используют недобросовестно. Поэтому при всем моем уважении к АЗТК, который ранее был действительно объективным изданием, объективной организацией, я хочу сказать, что в центральном офисе у них затесались люди, при том руководители, которые прямо сотрудничают с властью и используют наши акции для того, чтобы затем же бить наши информационные каналы, отправляя жалобы в YouTube. Это мы все отчетливо должны понимать. А если что-то объективное дается, то благодаря журналистам, которые там работают, в Казахстане. Здесь у меня спрашивают, как повлияет мировое сообщество. Я на этот вопрос отвечал много раз. Когда протестующих будет десятки тысяч, тогда мировое сообщество будет активно помогать. Тогда мировое сообщество будет признавать неформальных лидеров, будет оказывать всемирную поддержку так, как происходит в Венесуэле. Когда исполняющий обязанности премьер-министра стал руководитель парламента, молодой 35-летний лидер, и все ведущие страны мира его признали, что он является исполняющий обязанности президента, и наложили санкции. Но это все возможно только тогда, когда десятки тысяч людей действительно поддерживают политическое движение, когда десятки тысяч людей объединены единой целью. Вот тогда мы получим серьезнейшую поддержку мирового сообщества. Сейчас, к сожалению, редкие издания, тот же там как «Азатык», которые финансирует Конгресс США, они более-менее еще как-то работают в нашем информационном пространстве с теми издержками, которые я вам говорил. Я вам говорил, что любое мое интервью, которое появляется в «Азатыке» или даже в настоящем времени, сейчас, приводит к тому, что они начинают размывать само интервью, размывать позицию, вставляют разные негативные комментарии в промежутку, якобы изображающие объективность. При этом фактически зачастую работают прямо на власть. Мы все должны знать, что «Азатык» ведет двойную игру. Теперь о митингах. Я еще раз хочу сказать, повторить. Благодаря нашей активной работе, благодаря активной работе наших сторонников, наших активистов, благодаря вашему героизму, благодаря вашей настойчивости, благодаря тому, что вы очень много работаете и продвигаете идеи демократического выбора Казахстана, благодаря тому, что мы все вместе объединились в этом чате и хотим построить сильную демократическую страну, за последний год в стране в сознании людей произошли кардинальные изменения. Именно тогда, когда народ осознал, с кого нужно спрашивать, с кого нужно требовать, именно поэтому участились те или иные акции протеста, именно поэтому совсем недавно матери вышли на протест по всему Казахстану. И вы посмотрите результат. Если до этого министр Аблокосымова заявляла, что на всех детей 16 тысяч тенге много, сегодня Назарбаев объявил, что якобы теперь за каждого ребенка государство будет платить 21 тысяч тенге. Вдумайтесь. На всех детей, у тебя 6-7 детей, ты получал 16 тысяч тенге, а теперь будет по 21 тысяч тенге. То есть, фактически, после этих протестов, матерических протестов, которые возникли не случайно, они возникли в первую очередь потому, что наши люди, женщины, прекрасно начали осознавать, с кого нужно требовать. А требовать нужно с этой власти, с султана Назарбаева. И когда эти требования объединились, когда начались акции протеста, когда мы объявили о наших митингах, когда мы стали показывать лицо, настоящее лицо шала, именно тогда эта власть попятилась назад и объявила о программе поддержки всего общества. Я сейчас это еще прокомментирую. Главное, вы видите, результат нашего труда на поверхности. И он сегодня озвучен у султана Назарбаева. Кто-то говорит, что это само по себе происходит. Ничего в этом мире само по себе не происходит. Именно результат нашей деятельности, политической организации, демократический выбор Казахстана, в результате наших разоблачений режима, в результате именно появления наших программ, экономических и политических, в результате того, что мы с прошлого года, с 10 мая, непрерывно давим на этот режим, собираем сторонников, они борются с нами, запрещают нашу организацию, сажают людей в тюрьмы. Именно ваша поддержка, борьба в поддержку Айгуля Кберды, этой героической женщины, дала вдохновение и пример нашим женщинам. Это итог того, что сейчас происходит, благодаря вам, нашим сторонникам ДВК, и благодаря, в первую очередь, тому, что мы сумели объединиться. И вы теперь понимаете, что нам нужно делать дальше, чтобы действительно добиться успеха. Митинги в нашей стране показали, что власть боится своего народа, и никуда не денется, шаг за шагом будет исполнять требования народа. Теперь я хотел бы еще раз откомментировать итоги митингов, но уже где мы не доработали, чтобы вы все понимали. Мы добиваемся, чтобы на митинги вышли десятки тысяч людей. Десятки. Мы добиваемся того, чтобы люди выходили свободно, открыто, обеднялись, не боялись и действовали. Мы видели, что желтые жилеты во Франции через три недели своих протестов добились выполнения всех своих требований. Более того, им правительство, французское правительство даже дало больше, чем были требования. И они не искали лидера. Я все продолжаю получать сообщение, что нам не хватает лидера, нам нужен лидер. По этому поводу я уже комментировал. Люди, которые это комментируют, они не лидера ищут, они Бэтмена, непобедимого, которого невозможно застрелить, его невозможно захватить, расстрелять и так далее. В качестве примера я приводил, что при нынешней политической системе, при неподготовленности в целом всего народа, любой лидер будет задавлен этим режимом. И это будет происходить до тех пор, пока народ не будет готов тысячами и десятками тысяч выходить на улицы. Во-первых. Во-вторых. Не давать в обиду своих лидеров. Когда любого, когда эта власть задержит, чтобы десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием освобождения, только тогда в нашей стране будут лидеры. Десятки, сотни, тысячи. То, к чему мы стремимся. Я напоминаю регулярно о том, что Макса Бакаева, который организовал митинг в Атрал, земельный митинг, он был арестован. И когда начался над ним судебный процесс и на Талгата Маяна, там даже 20 человек не было. Не было тех, кто бы защитил лидеров протеста. Какой лидер может появиться в этих условиях, когда народ не готов защищать своих лидеров? Они будут регулярно появляться, власть будет их арестовывать. Это будет происходить до тех пор, пока народ будет терпеть. А когда будут десятки тысяч выходить, когда власть будет вынуждена давать разрешение на митинг, как это происходит в России. В России Путин дает разрешение на митинги не потому, что он добрый, а потому, что его никто не будет слушать. Они все равно выйдут. И для него же будет хуже. И поэтому вы видите, что люди в России выходят действительно десятками тысяч. Там Навальный может свободно работать, создавать штабы, а мы создали штабы в Киеве, в других странах, и они подвергаются постоянно атаке, даже за рубежом. А это происходит не потому, что Назарбаев злой, а Путин добрый. Потому, что в России народ более энергичный, и он активно борется. И если завтра Путин что-то запретит, они все равно выйдут. Вы видели тысячи людей, особенно молодежь, выходят на улицы и кричат «Путин вор! Ты нам не царь!» Поэтому, когда кто-то ищет лидеров, они ищут не лидера, они ищут в этих условиях Бэтмена, которого невозможно ни арестовать, ни убить, ничего. И все те, кто такие вопросы задает, они прекрасно знают, что я не могу приехать, потому что мне вначале дали два года назад 20 лет в тюрьмы, в прошлом году дали пожизненно, и за мной идет охота по всему миру. Вы это прекрасно знаете. Поэтому не надо повторять одни и те же слова о неких лидерах. Это не лидеры, а пастухи вам нужны. Лидером должен стать сам народ. Мы хотим построить сильное и независимое государство, а сильное и независимое государство строит только сильные и независимые люди. Поэтому каждый из вас может стать тем самым лидером просто прийти на митинг, просто привести своих друзей, привести своих знакомых, тех, кому вы доверяете. Не искать их на улице, не смотреть, пошли люди на улицу, тогда только я выйду. А именно действовать, выходить, тогда и другие там же так же выйдут. И тогда действительно на улицах будет десятки тысяч. Сегодня, я думаю, многие из вас поняли, почему я все время говорю о создании ячеек, и что в этой каждой ячейке должно быть не менее пяти человек. Мы создали специальный штаб, который функционирует с такого рода ячейками. Идет координация деятельности с этими ячейками, затем эти ячейки сами выдвигаются на митинги или какие-то акции со своей ячейкой. Они не ищут тысяч человек. Вышли на площадь, тогда мы появимся. Они просто идут. И идет координация этих ячеек штабом. Штабом демократического выбора Казахстана. И представители этих ячеек не должны между собой общаться, потому что есть риск, что вы просто напоритесь на провокаторов Комитета национальной безопасности. А штаб общается с разными ячейками автономно. И все работают под никами. И поэтому к месту, которое мы обозначим, появятся сотни ячеек, представители этих ячеек. И там действительно мы будем быть уверены, что если у нас в каждом городе, например, есть тысяча ячеек, даже 500, и в каждой ячейке по 500 человек, мы тогда знаем, что гарантированно в этом городе наши 500 ячеек появятся на митинге, значит, минимум 2500 человек, мы знаем, что они уверены будут. А сейчас ячеек, к сожалению, у нас мало. Есть очень много людей, которые ориентируются на День Икс. Якобы в День Икс они выйдут и выведут других людей. Я по этому поводу тоже говорил, что День Икс не придет сам по себе. Именно в результате вот таких тренировок, в результате таких выходов мы будем шаг за шагом наращивать число сторонников, будем привлекать их в наш чат, наш чат будет расти, количество ячеек тоже будет расти и наступит момент, когда нас на этих митингов будет много и мы будем этим управлять через единый центр, через штаб ДВК, а также через руководителей ячеек в тех или иных городах. Сейчас ячейки нам просто остро необходимы, потому что мы сейчас фактически вслепую идем на эти акции, мы точно не знаем какое количество людей придет, а когда мы будем знать ячейки, сколько их в каждом городе, когда штаб будет с ними взаимодействовать, тогда мы будем знать, что минимально например тысячи, две тысячи человек это будут представители ячеек, которые приведут за собой других, как минимум еще пятерых, и мы тогда добьемся многотысячных митингов в каждом городе страны. Мне сегодня опять и опять говорят, нужно провести митинги в одном или двух городах, но пример Жаназеня показывает, что в одном городе это делать неправильно, мы должны парализовать полицию в каждом населенном пункте, и в каждом населенном пункте, более-менее крупном, мы должны создать такое количество протестующих, чтобы полиция осталась на месте и была парализована, чтобы они не могли быть переброшены в Астану или в Алма-Ату. И затем, когда люди говорят, что мы должны перетянуть в два-три города активистов, я задаю вопрос, а кто им заплатит деньги? мне здесь сегодня советуют, что нужно информационную работу усилить в два раза, я пошутил, что надо увеличить в сто раз, и задал вопрос встречный человеку, это вы сделаете, или мне не нужно спать, чтобы увеличить? Это я к чему? К тому, что нам всем действительно нужно увеличить информационную работу, нам всем нужно создавать ячейки, нам как можно больше нужно вовлекать людей в наши ряды, а то пишут мне советы, сделай то, сделай это, потанцуй, отнеси, напиши, сделай 10 роликов, сделай тысячу роликов, я принимаю любые советы, но я против того, чтобы была попытка на узкую группу людей взвалить все, эта струна нужна нам всем, на акции, митинги, вы уже все это знаете, прекрасно сами озвучиваете, вы идете не ради Мухтара Блязова, а ради того, чтобы изменилась ваша жизнь, изменилась жизнь нашей страны, и поэтому мы все вместе должны сделать этот вклад, все абсолютно. Возвращаясь к программам, которые сегодня объявил Назарбаев, я хотел бы вам напомнить, что, например, они говорят следующее, что за каждого ребенка теперь власть будет платить по 21 тысяч тенге. Я вам сразу скажу, что это небольшие деньги, да, они больше, чем до этого было, небольшие, я хочу вам напомнить, что программа ДВК объявляет в социальной программе о том, что наши дети до 7 лет включительно будут получать пособия В первые годы от 50, а затем в течение короткого срока до 80 евро, что на данный момент составляет 34 тысяч тенге за каждого ребенка, и при этом обратите внимание, мы говорим, что будет государственная медицина бесплатной, мы говорим, что образование будет бесплатное, мы говорим, что студенты будут получать стипендии по 50 тысяч тенге, мы доплатим со стороны государства студентам, чтобы они могли арендовать жилье, мы говорим, что школьники будут получать бесплатное питание, то есть это целый пакет социальных реформ, которые озвучивает ДВК, и под которые есть деньги. Я вам хотел бы напомнить, что в Европе пособия матерям платят за каждого ребенка до 18 лет включительно, не как у нас до одного года, до 18 лет включительно. Мы же в своей программе написали до 7 лет включительно, потому что я вижу, где в течение этого срока найти деньги, они есть в нашей стране. Но до 18 лет я не могу так далеко вперед заглядывать. Поэтому те инициативы, которые объявил сегодня Назарбаев, вы понимаете, это очередная подачка. Он сегодня противоречиво сказал, мы точную цифру не знаем. Сначала прозвучало, что 1,2 триллиона тенге будет выделено на социальные проекты. Я хотел бы вам напомнить, что такую сумму 1,2 триллиона тенге получил в виде бесплатной инъекции банк Назарбаева Цесно Банк, которого теперь он оформил на свой фонд напрямую. Цесно Банк это банк Насултана Назарбаева. И туда из бюджета влито было 1,2 триллиона тенге. Так вот представьте, миллионы наших граждан и Назарбаев объявляет, что он 1,2 триллиона тенге в этом году распределить денег. Один банк и вся страна. Вы понимаете масштаб? То есть это очередная подачка. Даже если эта сумма будет увеличена, вы должны понимать, они будут очень быстро украдены через девальвацию, через инфляцию, через какие-то другие еще механизмы, что все эти годы делал Нурсултан Назарбаев. И обратите внимание, все эти дни я вам говорил, что на этом съезде он объявит об очередных подачках и после этого, после того, когда народ скажет ура, Рахмет Саван Ельбас после этого он объявит о выборах и после этого он попытается назначить Даригу Назарбаеву на должность президента страны. Все идет именно так, как я озвучивал в один в один. Да, еще обратите внимание, когда Назарбаев говорит о 21000 ненге, мы еще детали не знаем, как кому будет выплачиваться, но я забегаю вперед, скажу, даже если каждому ребенку будет. Они заявляют, что матери будут получать 50% от своей заработной платы в виде пособия, но у нас 30% населения безработные, у нас в реальности только по официальным данным самозанятых 2,5 миллиона и полмиллиона безработных, то есть 3 миллиона человек реально не работают. Если считать, что у нас работающих работоспособного возраста более 9 миллионов человек, то 30% человек в нашей стране являются безработными и получается, что эти женщины они не могут надеяться на пособие для своих детей, а в программе ДВК у нас выплаты пособий предполагаются делать при любых обстоятельствах, работали женщины или не работали, в любом случае будет существовать государственная поддержка для матерей, имеющих детей. Здесь, извините, я скажу, что мне задают вопрос очень такой смешной, когда говорят, а вдруг кто-то меня спонсирует, чтобы быстро убрать Назарбаева, но вы просто должны сами научиться размышлять. Человек, который создал гигантский бизнес не только в Казахстане, но на постсоветском пространстве, который создал ведущий банк стран СНГ стоимостью миллиарды, минимум 10 миллиардов долларов. Помимо этого, имеющий много другого бизнеса, я был богатым человеком всегда, кто выше меня сверху мог стоять и зачем мне деньги, когда у меня своих денег было много и достаточно. Зачем мне садиться в тюрьмы, около пяти лет сидеть в тюрьмах? Зачем добиваться того, чтобы была украдена моя семья? Зачем мне проходить пытки и испытания, чтобы кто-то мог сверхумной манипулировать? Ради чего? Кто кто-то? Вы задаете удивительно глупый вопрос и удивляет, что сами не можете найти на него ответ. манипулировать? Так вот, уважаемые друзья, если мы хотим добиться перемен в этом году, нам нужно как можно быстрее создавать ячейки. Ячейки по 5 человек, выходить на штаб, нам нужны реальные сторонники, организованные и подготовленные, не те, кто на скоком выскочили, а именно подготовленные и действующие, как сильные организации. Мы организационно должны стать сильнее этого режима, потому что только более сильный побеждает сильного, более сильный, а для этого мы должны быть более организованными, более сильными, действующие все, организованно, энергично. Наше число должно быть больше во много раз, чем численность тех, кто поддерживает султана Назарбаева, это я имею ввиду полицию и другие силовые службы. Вы понимаете, перед нами какая стоит задача? Мы должны стать сильной, организованной политической организацией, и для этого мы должны иметь ячейки, мы должны иметь сильные команды по всей стране, мы должны иметь очень большой перевес, чтобы добиться успеха. Вы видите, что происходит в Венесуэле. Сотни тысяч людей выходят на улицы, сотни тысяч. Чтобы этого добиться, нужна дисциплина, нужна взаимодействие, нужно быть образованными, грамотными, изучать программы, уметь доносить их до людей, и только тогда мы добьемся успеха. Сегодня мы сделали важный шаг на пути этого успеха. Сегодня мы добились того, что вся силовая структура власти была мобилизована по всему Казахстану. Вы видели новые лица, новые лица, причем одновременно во многих регионах страны, и они пришли к офисам партии Нур-Отан. Не просто так пришли, а пришли по нашему призыву, пришли потому, что вы действовали. Но надо признать, что мы еще находимся далеко от главного события, а именно смены режима. Для того, чтобы этого добиться, мы должны научиться выводить десятки тысяч людей, как в Венесуэле, как в Армении. Мы должны стать самостоятельными, не ждать пастуха или Бэтмена. Мы, каждый из нас, должны научиться действовать, и только тогда мы станем организованной силой. Мы не будем из окон смотреть на улицу и говорить себе, вон тысяча пришла, давай я тысячу первым пойду. Мы должны стать такими сильными и независимыми, чтобы вы могли выйти сами, со своей ячейкой. И когда каждый из нас будет так действовать, мы действительно увидим на улицах страны сильных и независимых граждан, которые будут противостоять полиции. И ваши сильные лица увидят и поймет власть, увидит полиция, и эта полиция перейдет на сторону народа. И у нас еще работы много предстоит. Продолжение следует... Здесь опять идут странные предложения. Ну, первое. А давайте создадим организацию не ДВК. Любая организация, которая будет действовать против власти, она будет запрещена. Первое. Если даже меня не упоминать, это не имеет никакого значения. Людей в Казахстане задерживают без упоминания моего имени. Только потому, что вы протестуете против действий власти. Я здесь ни при чем. Как угодно. Любой, кто будет против, сразу будет объявлен врагом режима. Поэтому никакое отдельное движение, как я много раз говорил, в Казахстане зарегистрировать невозможно. Невозможно создать ни партию, ни движение, ничего, если вы не являетесь агентом власти. Как, например, Айман Турсенкан, которая заявила о создании якобы движения. Ее никто не трогает. Она критикует вроде правительства, ее никто не трогает. Есть другие люди, вы их прекрасно все знаете. Это все служители власти, политические проститутки. Все те, кто открыто заявит о своем несогласии, они будут преследоваться режимом. Ни одна общественная организация, ни политическая партия, ни профсоюз этот режим не зарегистрирует. Поэтому все те, кто мне одни и те же вопросы такие задают, должны понимать. Это бесполезная идея и бесполезная затея. Поэтому мы должны объединиться в рамках существующей организации, которая ясно и четко говорит, что враг народа, ну султан Назарбаева. Ни одна политическая организация в стране это не может произнести. Ни одна. Мы просто раскрываем правду людям. И мы объединяем всех тех, кто согласен с нами. И опять есть наивные люди, пишут, что нужно открыть специальный счет, чтобы те, кто выйдет на митинг, собирать деньги. Ребята, эта власть арестовывает любые деньги. Деньги были арестованы в поддержку Бакизы Халеловой. Деньги были арестованы в поддержку Айгуля Кберды. Никакие деньги этот режим не даст нигде собирать. Это вам нужно ясно это осознавать. Первое. Второе. Мы будем менять власть мирным путем. Никакого оружия, никакого насилия. Мы добьемся абсолютного перевеса. Мы добьемся массовой поддержки сотен тысяч людей. Эта власть просто падет без единого выстрела. Как это произошло в Армении. И таких примеров много в мире. Поэтому все, кто будет говорить насчет оружия, я обращаюсь к админам. Сразу баньте немедленно. Сегодня на акции протеста вышли во многих городах. Алматы, Астана, Караганда, Шымкент, Ахтубе, Ахтау, Жанавзень, Атрау. В Уральске были люди. Во многих городах. Именно сегодня нынешняя акция была наиболее широко распространена. Но людей было недостаточно. Вы, многие из вас, конечно, были разочарованы, наверное. Но мы сегодня опубликовали очень много видео. Но это только маленькая часть, что находится в нашем распоряжении. Все понимаем прекрасно, чтобы добиться результатов, в каждом городе должны выходить тысячи и тысячи людей. И нам до этого нужно еще идти. Еще раз повторяю. Мы не сможем добиться успеха, если не создадим ячейки в каждом более-менее крупном городе. Мы не добьемся успеха, если эти ячейки не будут взаимодействовать со штабом и не начнут делать какую-то работу, которая будет отрегулирована со штабом. Мы должны научиться привлекать в свои ряды новые силы. Они сегодня появились. Их много. Их много появилось по всей стране. Благодаря нашей информационной работе, благодаря вашей агитационной работе они появились. Но это еще недостаточно. Мы в этом году должны добиться смены режима. А чтобы это сделать, мы должны проводить новые акции, новые митинги. Наши ячейки должны пополняться. Мы должны реагировать на те или иные проблемы, которые существуют в регионах. Мы должны их раскрывать, обнажать. Именно в эти точки бить и наращивать наш противственный потенциал по всей стране. Были такие, которые мне говорили, что нам нужно спрятаться и набирать ячейки, ячейки, ячейки. Но практика показывает, что эта теория, все те, кто такие вещи озвучивает, никогда не занимались реальной работой. А реальная работа заключается в том, что без такой борьбы открытой, яростной, без выхода на митинги и акции, не будет никакой такой тайной работы, никакие ячейки не будут создаваться. Именно на таких акциях основная часть нашего народа понимает, что за режим управляет народом. Что за власть в нашей стране, что за мафиозные команды, которые сама же нарушают законы, которые ими же приняты и написаны. Полиция действовала сегодня в нарушении всех законов страны. И это приводит к возмущению, к протестам, где-то к ненависти. И количество наших сторонников начинает стремительно расти. Стремительно. Поэтому такие акции, митинги, они очень нужны, очень важны. И мы будем снова и снова их проводить. И мы их проведем обязательно в марте. Будем готовиться заранее. Насколько ничего не надо делать. Мы должны проводить агитационную работу. И как любое действие, оно должно быть тщательно подготовлено. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодняшние митинги дают вам простой вывод. Почему власти удается эти митинги нам так или иначе повлиять, разрушить, кого-то задержать? Именно потому, что нас на этих митингах еще мало. Когда там будут стоять тысячи и десятки тысяч, вы понимаете, где будет полиция. Она будет где-то за углом стоять. И только тогда никого не смогут ни задержать, ни преследовать, вообще ничего не смогут сделать. Поэтому мы находимся еще в начале пути. И мы очень быстро это можем все изменить, потому что население против этого режима. Сделано нами немало. Теперь важно, чтобы население было не пассивным, а активным. Блилось в наши ряды. И очень многое зависит именно от нас, от действий каждого из нас. Не просто приходить в чат и слушать, что говорят, а именно действовать самим, создавать ячейки, проводить агитационную работу и все прочее. Друзья, я сейчас свою часть сегодняшнего выступления завершаю. Хочу передать слово Жанне Ботта. Добрый вечер, чат-активист. Очень рады слышать вас здесь, родных людей, соратников. У меня все в порядке. Спасибо, что вы переживаете. У нас в офисе, в нашей группе, в нашей команде тоже все в порядке. Мы быстро разобрались со всеми вопросами. И я вам сейчас коротко объясню, что произошло. На самом деле ничего особенного не случилось. Была попытка. Сегодня у нас очень долго крутилась полиция во дворе всевозможные и так далее. Я, конечно, видела полицейских и даже где-то насторожилась. Но что придут в голову такие иезуитские методы, никто не ожидал. То есть по анонимному доносу сообщили, что якобы в той квартире, где проживают наши журналисты, находится террорист, который якобы заминировал жилищный комплекс, в котором мы все проживаем. Здесь довольно большой жилищный комплекс, София Клубна, он очень известный. И таким образом попытались совершить, так сказать, ворваться в наш офис. Но, конечно, ничего не получилось, потому что эта попытка была очень слабая. Сделали звонок в полицию, но не организовали достаточно сил для того, чтобы реализовать задуманное. Все-таки здесь полицейские, они, естественно, соблюдают букву закона. И они, прежде чем что-то делать, они все равно тщательно проверяли информацию и так далее. Тем не менее, вместе со службой охраны все вынуждены были одеть амуницию, потому что на такие звонки, на такие вещи обязательно надо реагировать правильно. У них есть свой протокол, поэтому они одеваются в серьезную одежду, бронежилеты, автоматы, приезжают в таком страшном виде, в котором они приехали к нам. Поэтому, конечно, и мы сильно тут перенервничали, понимая, что с такой заявкой террористы к нам могут пинком дверь открыть и вытащить технику, людей наших и так далее. Именно поэтому мы приняли правильное решение сделать немедленно прямой эфир, обратиться к правозащитным структурам, к СМИ, к депутатам. Все это немедленно разлетелось, буквально в какие-то доли минуты, уже ко мне начали поступать звонки от СМИ. И мы, в принципе, довольно быстро разобрались, к нам на помощь приехали адвокаты. И эту ситуацию мы, по крайней мере, на этот момент купировали. Я, конечно, далека от мысли, что это все провокации, которые могут быть в Киеве, тем более, что они здесь постоянно происходят. И к нам в офис довольно часто наведываются, буквально месяца полтора назад тоже по анонимному заявлению приходили люди и искали в связи с тем, что поступило заявление, якобы криминальные фигуры или криминальные лица проживают. И как будто звонок был от соседей анонимный, что соседи переживают, что такое соседство. Да, такие пакости делают. Да, к нам каждый день приезжает полицейский наряд, либо какие-то агенты. И я знаю, мне эту информацию сообщают и в охране, и другие люди, которые нам тут сочувствуют, поддерживают нас в этом комплексе. А нас здесь очень многие знают. В этом нет ничего удивительного, это нормально, за нами присматривают, потому что мы все-таки создаем довольно большую проблему действующему режиму. И в этом тоже нет ничего особенного. Сколько здесь все люди взрослые, образованные, достаточно имеют большой опыт и в оппозиционной деятельности, и так далее, как журналисты. И у нас есть здесь юристы, у нас здесь есть адвокаты, у нас есть оперативная служба, которая нас немедленно поддерживает, которая помогает нам решать вопросы с компьютерами, с техникой и так далее. То есть я хочу, чтобы у вас не было на этот счет никаких переживаний, чтобы вы понимали, что к таким ситуациям мы готовы. И мы, в принципе, сегодняшнюю ситуацию бы тоже не освещали, если бы она не была обставлена вот таким способом, и не говорили о том, что террористические там и так далее, какие-то движения, то есть если бы нам не приписывали такие серьезные обвинения. На эту минуту все полицейские уехали, мы будем делать официальное заявление, мы будем делать официальный запрос и в прокуратуру, и в полицию. Адвокаты сейчас этим занимаются. И таким образом мы устраним все эти проблемы, все эти неприятности, чтобы нас не трогали, не беспокоили. Я бы хотела, конечно, несколько слов сказать о митинге, который сегодня состоялся. Для нас это волнующее событие, очень волнующее. Мы действительно с пяти утра не спим, у нас с вами большая разница во времени. Мы готовились, вы знаете, что мы очень давно готовились к этому событию. Мы объявили о том, что будет у нас акция с памперсами. Мы еще об этом объявили 6 февраля. Первое наше заявление в чате «Активист» прозвучало 6 февраля. Тогда еще у нас не было накала с материнскими протестами. Тогда мы объявляли эту акцию, твердо понимая, что 27 февраля он у Ротана съест, и мы должны будем принять участие в этом, и мы должны будем к этому съезду поприурочить наши протестные акции. Так просто случайно сложилось к несчастью, к нашему несчастью. Если бы мы были, скажем так, людьми, которые там, ну я не знаю, циниками, лицемерами, какими-то людьми, которым это было бы там раскручивать эти вещи, мы бы подхватили материнские протесты совершенно бы в ту же секунду. Мы на самом деле старались не мешать материнским протестам, если вы помните. Если вы помните, то наши админы, наши активисты даже вас уговаривали, пожалуйста, не мешайте, чтобы этот накал материнский развивался без опасения, что их будут обвинять в том, что они являются экстремистской организацией и так далее. И мы старались как можно деликатно отнестись к этой теме. В то же самое время мы продвигали нашу с вами акцию. Вы прекрасно помните, что в той ситуации и сейчас, и всегда мы поступили максимально честно по отношению к чувствам людей, по отношению к тому, что эти люди инициировали, по отношению к тому, что происходило в стране. Но всегда и постоянно мы должны себе отдавать отчет, что без нашей активности, без того, что мы сделали, никакая ситуация не развивалась бы с такой скоростью. В какой-то момент мы решили проводить не акцию, а митинг, и мы четко заявили, что мы на этом митинге поддержим требования матерей. Как политическая организация мы поступили правильно, и мы поступили обоснованно, и мы не встроились какие-то там, не присвоили себе ничего. Мы сделали так, как сделал бы любой политик. Мы бы общественные настроения, мы тот накал, те возмущения общества, естественно, мы это все объединили, мы поддержали то, что у нас творилось в стране, а как могло быть иначе. И естественно, мы объявили митинг. И то, что сегодня у нас общество такое активное, то, что сегодня это общество, несмотря на то, что нас называют экстремистской организацией, твердо зная, что митинг проводит демократический выбор Казахстана, точно понимая, что к нам есть со стороны властей претензии в правовом поле, пришли, присоединились к нашему митингу, говорит о том, что каждый из них поступил осознанно. И люди эти пришли не за Облязова, не за то, чтобы там какие-то там манипуляции, чтобы никто не использовал. Люди эти пришли за нашу страну, потому что у нас с ними единые цели, у нас с ними единые задачи. И я хочу, чтобы сегодня мы никому не позволяли обесценивать тот большой, огромный вклад, который делает демократический выбор Казахстана в страну, который... Демократический выбор Казахстана сегодня единственная организация, которая занимается реальным объединением протестных настроений, которая занимается реальным объединением граждан, которая занимается реальным созданием гражданского общества. У нас с вами это происходит, потому что мы занимаемся реальной политической борьбой, мы не ходим с требованиями, которые не связаны с политическими задачами, которые не связаны с политическими целями. Мы с первого дня честно всей стране говорим, что мы за смену политического строя, что мы за смену режима Назарбаева. Мы с первого дня всей стране честно говорим, что мы за то, чтобы сменить власть мирным путем. Мы за то, чтобы в нашей стране была парламентская республика без должности президента. Мы озвучивали свои программы и так далее. И это все с первого дня идет прозрачно, честно, последовательно, массировано. И это не удивительно, это нормально, в этом нет ничего странного, что к нам в какой-то момент примкнули люди. Хочу вам напомнить, у нас с вами был диалог, когда мы ставили себе задачу, что нам нужно вовлечь другие целевые аудитории, что нам нужно расширять свою площадку информационную для того, чтобы мы могли эти аудитории привлечь. И мы для этого сделали огромную работу. Да, мы использовали рекламу, да, мы зашли в Инстаграм, да, мы создали множество различных пабликов, да, мы усилились, мы начали создавать очень много роликов разного жанра. Мы вышли на новостной жанр, мы вышли, создали новостный канал, и у нас великолепные новости, которыми мы можем гордиться. Новости, которые сегодня являются единственной площадкой, безукоризненно вещающей правду, в которых нет ни манипуляций, площадка, где мы ничего не укрываем, площадка, где мы ничего не скрываем. Единственный недостаток этих новостей, мы не успеваем освещать все, что происходит у нас в стране. Мы пытаемся выхватить только самые главные события, только самые чувствительные события, на которые мы успеваем отреагировать, пока нам не хватает ресурсов, ресурсов человеческих. И вот эта вся ситуация вкупе, она сегодня повлияла на то, что действительно демократический выбор Казахстана смог вовлечь в наши ряды новых людей. Вы видели, сколько сегодня было новых лиц, сколько у нас сегодня появилось новых сторонников. И это нормально и закономерно, это значит, что мы все правильно делаем. И я больше чем уверена, что сторонники у нас теперь будут прирастать с большой скоростью, с геометрической прогрессией. Потому что сегодня мы сделали то, что мы хотели. Мы показали, что есть сильное общество. Мы показали, что накал, протест, возмущения в стране огромные. И что эти возмущения, они объединили большое количество людей. И эти люди сегодня готовы бороться и сопротивляться. Это самое главное, что мы могли только показать всей стране. И я больше чем уверена, что в ближайшее время к нам примкнет еще огромное количество сторонников. И будут нас поддерживать на следующих митингах, на следующих мероприятиях. Поэтому я считаю, что сегодня у нашей акции огромный успех. Я считаю, что сегодня у нас большой успех у нашего митинга. Я сейчас, к сожалению, не прослушала весь эфир Мухтара, облязывая. И я не знаю, что сказал Мухтар. Но мое мнение такое, что у нас большой успех. И что мы добились действительно хороших результатов. Но этого тоже мало. Этого тоже недостаточно. Нам обязательно нужно, чтобы нас стало еще больше. Именно поэтому мы все будем много работать. Мы будем много трудиться и продвигаться. Вы будете в своей части, так сказать, развиваться. Мы в своей части. Мы будем помогать, информировать население больше. Вы будете создавать ячейки. Вы будете объединяться и так далее. Но мы сделали. Мы показали, что мы можем быть сильной организацией. Мы показали, что мы можем повести за собой народ. Это самое главное. Меня сегодня очень сильно поразил тот накал, который мы видели. Люди стали бесстрашными. И это уже не какая-то доля отчаяния. Это уже решимость. В людях появилась решимость. Это разные, абсолютно разные митинги, если сравнивать 10 мая и сравнивать сегодняшний митинг. Это совершенно разные митинги. Сегодня народ шел осознанно. И сегодня народ бесстрашно говорил, что во всем виноват Назарбаев. Это вот самое главное завоевание того большого года, который мы с вами прошли. Мы действительно прошли огромный путь. Вот с того дня, когда мы организовали этот чат «Активист», и до этой минуты мы прошли год, но сколько мы сделали работы. Если посчитать за ежедневный труд, когда ежедневно в этом чате выходила информация, ежедневно в социальных сетях выходила информация, мы проделали огромный путь. Проделали его все вместе. И каждый день к нам прирастали новые люди, новые отряды. И сегодня нас стало еще больше. Поэтому я считаю, что все это закономерно, все это заслужено. Потому что мы создали огромную инфраструктуру. И мы эту инфраструктуру ежедневно в активном темпе поддерживаем. И я считаю, что сегодня мы получили этот успех заслуженно. Продолжение следует...